брутал интересно есть художники которые думают я пишу только шедевры чтобы остаться в веках это нормально или шизофрении конечно каждый художник любит то что он делает и считает себя абсолютно гениальным этот двигатель на котором едет эта повозка но под названием художник двигатель крутится колесики шурупчики заставляют вставать и ехать куда-то там в мороз и писать снежный этюд дрожа от холода когда все нежиться там в кроватке но такой азарт наверно как у рыбака который сидит зимой перед лункой вы думаете что ему есть ничего нет он хорошо экипирован или экипирован как говорят по-научному и наверное рыбаки друг у друга я вот не рыбак не знаю просто скажите кто сидит перед лункой наверное гордятся что у него удочка там какая-нибудь на 5 сантиметров там так гнется или по-другому и что она там сама рыбу жарит например и уже жареная вытащилась и какие у кого сапоги какая палатка ну я так думаю тут вот одна женщина написала я тут затеял разговор что в общем-то мне не очень свойственно о ком-то говорить ну как это но по честному по крайней мере я сказал право олегова ну вот женщина написала что у него вилла и что он весь успешный а вы тут такие сякие ценители что вы то сделали но не эту уба то виллы но если бы он поставил такую задачу жить в вилле наверно он кончился как художник потому что его вилла ну и моя тоже это это пленэр это постоянное пребывание в мире где тебе так хорошо что ты ни на что не променяешь эту мастерскую под названием вот просто пребывание в природе ни на какой золотой унитаз и тысячи там квадратных метров красивых стен ты не можешь поменять пространство на стены в этом разница мне кажется какой человек ставит задачу к тому ориентированно идет кто поставил задачу писать так божественно что у него у самого дух захватывает тут к этой задачи движется тот кто поставил писать так чтобы продавать чтобы виллу купить к этой задачи идет ничего плохого в этом нет мы просто разные категории в одном случае это путь к искусству в другом к зарабатыванию денег ничего плохого разные просто задачи вот и все я думаю что этот и другой но там батой и валегов думает что пишет шедевры шизофрения это или нормально нормально нормальная шизофрения но правильно кто-то написал время рассудит главное чтобы все получали удовольствие радость у каждого есть своя аудитория качество аудитории качество разбирающихся в живописи разное вот мне перед этим написали такой вопрос монализа написала у курта венегута в одном романе не знаю такого романа и курта не знаю известный художник отвечает на вопрос нужно увидеть миллион картин ну чтобы увидеть шедевр но если кошка например увидит миллион картин или аборигену например показывать каждый день по картинке через миллион дней он их увидит но у него другая задача тростник нарубить там костерок разжечь ритуальчик провести какой-нибудь ну посмотрит он миллион картин если ему там насильно заставлять я не думаю что было после этого он увидит отличить шедевр от от не шедевра я к чему говорю или кошка например ну с кошкой или с мухой вообще беда я к тому что нужно хотеть этот миллион увидеть известная мысль что один человек может к водопою привезти тысячи лошадей ну там табуна но даже тысяча человек не заставит одного коня лошадь напиться если она не хочет ну не хочет она пить так что тут вопрос личного участия каждого зрителя в картине желание разобраться живописи что это такое почему вот это вот шедевр и все тут с ума сходят а вот этот человек который у которого вела не шедевр ну просто надо с этим заниматься интерес к этому должен проявиться может быть он сейчас зародится в этот момент но у кого-то который в нашу палату заглянул просто через дверь чего творится а тут все сумасшедшие пойдут в другое место но один коллекционер он приезжает ко мне из америки иногда покупает работы я спросил вот как ты ну ладно я там жизнь свою там посвящаю каждое мгновение только и у меня краски и мысли как как там кто пишет и как достичь этого но ты-то как ты же не умеешь писать как ты можешь отличить вот это хорошая работа это ну не очень посредственно он сказал что сначала был интерес сначала были общения он просто был в среде где художники общались между собой он слушал не спорил просто слушал очень много слушал и постепенно проявлялся интерес с купил скупал очень много книг по искусству читал анализировал и начинало проклевываться понимание что есть волшебство что посредственность это его участие поэтому так говорят красота в глазах смотрящего и каждый видит ту красоту до которой дорос но вот он дорос до того что у него стала перехватывать дыхание когда он видит работу настоящую но это его устремление оно так просто не дастся заставить нельзя за за человеку разберись посмотри это же великое произведение пожмет плечами ерунда какая то как вы помните эту историю с раневской стоят две барышни и что-то говорит мне это монна лиза или кто там была леонардо не очень-то и монна что-то на ираневская проходящий мил искала милочка настолько на своем веку вштыривала всех что сама уже вправе выбирать кому нравится кому нет то есть эти две дамы в которых не вштыривала не разбирались в живописи но были дилетантами для них все одно чтоб поярче например было но мы например смотрим телевизор с легким паром или старый новый год фильм люблю у нас там слезы на глазах ха-ха а муха например если ползет по экрану монитора она только видит как какие-то пятна то всполохи цвета меняются она сюжета не знает просто яркость меняется но мы же не мухи но не все но в нашей палате мух мух мы по выгоняли всех не только ругаются они отклеиваются никого не баню нет не но есть какие-то уроды тут приходят какую-то дрянь тут пишут а их просто youtube не пропускает потому что они какие-то слова используют неправильные но конструктивную критику мы же с вами любим друзья ну прям совсем чтобы вот аргументы были какие-то и факты это же очень интересно разобраться в том или ином вопросе вопросы сложные в нашей палате не бывает просто очков давайте разбираться и это тема очень интересная монолиза про миллион картин про шедевр что есть шедевр что не есть шедевр я еще раз вернулся к вопросу читаю брутало нормально это или шизофрения что художники думать я пишу только шедевры чтобы остаться в веках я помню что была такая гордость когда в строгановку поступил у всех это было кстати и на первом курсе у нас вышибали вот это самомнение знаете как заходили преподаватели просмотр например эскизов или там набросков каких-то они лежали на полу эти все эти даже наброски каждый из нас так гордился и что ощущение было что вот линию провел и это уже прям вообще шедевр что каждый рисунок так ценен а они ходили ногами так вот двигали этого чуть ли не топтали по моим шедеврам ногами ходят вообще преподаватели эти вообще уродцы чуть-то ногами двигают так говорят об этом пренебрежительно оценки ставят быстро вышибли вот эту спесь вот эту студенческую что мы такие все гениальные более того тебя заставляя ты уже придумал например эскиз отец заставили еще делать ты давай уже по надела нам сотню что мы выбрали тут зачем сотню один сделал гениальный а нам нет вот вот принеси и все и мы постепенно приучались к тому к тому что ты находишься в процессе что нет одного решения и что твое раз рассуждение она в рисовании вот в эскизирование в поиске и ты начинаешься быть человеком который ищет стадо становишься таким формируешься что-то формируется в тебе такой поисковик затейник и ты начинаешь спокойнее относиться к тому что ты делаешь какие шедевры это просто бесконечное увлечение бесконечные варианты перед тобой они они пролистываются я не знаю с такой скоростью тебе только приходится выбирать и причем это тоже тут же происходит в одномоментно но их много в мозгу нет одного это ты в процессе ты как танцор который танцует просто движение разный но это вот мне кажется достижение какие там шедевры не шедевры те кто думает что он линию написал и и это все он гений ну ну можно улыбнуться да ну пожалеть спасибо вам друзья за лайки за то что вы участвуете активно я не считаю себя каким-то предводителем нашего отделения или палаты просто я один из вас но мы же не буйные ну бывает тут немножечко так ну и нормально мне нравятся все комментарии так что если что-то у вас возникает такое вот бурление пожалуйста пишите искренне это очень интересно потому что мы сообща разбираемся в сложных вопросах ну а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok